Всем здорова, друзья! С вами Кеник, игрушка по зале Фростборн. Пока у нас идет обновление, я тут, короче, уже подготовился по полной, а я говорю о том, что я прошел игру от А до сегодняшнего дня пока, потому что обновление у нас, возможно, что-то добавит интересное, но, возможно, как вы все знаете, в открытой бета-тесте все вам показало, а, возможно, и нет. В новых навыках пока тоже не видно ничего, вот, но пока это все идет, к нам это дело, я заканчиваю игру каким образом? Спросите, почему сделаю здесь луки? Делать нефиг, да, рез и сливать? Нет, на самом деле остался... Вообще, смысл игры здесь, конечно, там развиваться туда-сюда, но я развит уже достаточно хорошо, у меня есть почти абсолютно все, кроме медведя, вот эта вторая задача. Есть такие, знаете, как квесты, либо подмиссии, которые ты должен выполнить, и одно из этих, у меня первая была цель открыть ворота для всех прибывших старых игроков и так далее, чтобы все пользовались хеймом. Насчет тексте хейма, некоторые думают, что мне тут даются все монеты, нет, на самом деле это не так, монеты даются именно только за вот это вот, 63-126. Ладно, ну не об этом сегодня, все бегают, все развиваются, но я заканчиваю проходить все классы. Это одна из самых могучих миссий, выполнена на сегодняшний день почти мной, вот я сегодня вот так вот, вот еще, наверное. Эй, 2000. Все, все, дамы и господа, все абсолютно, эта игра, можно считать, пройдена, то есть, я, кстати, хочу зачекаться, ну-ка погнали. О, черный волк вообще, еба, еба, базаранули. Крутой, крутой. Вот, короче, смысл такой. Пока у меня здесь хейм максимально на сегодняшний хейм, почему говорю, все классы вкачаны, пока сейчас вообще реально скучно начинается играть насчет PvP, вообще тут разные ситуации бывают, PvP, это тут зациклено именно на PvP, вся в основном игра, все направления, но также рейды. Хотелось бы, конечно же, это все дело, чтобы сделали что-нибудь такое поинтереснее, чтобы было позабавнее, да, там поиграть, но так как пока есть, чего и нету. Так, ладно. Ну-ка Архимага зачекать, зачекать Архимага. Я тут просто некрасиво одет, но просто чисто ради интересно. Реально прикольный класс, пишите комментарии. Все, все классы выкачаны, куда все зеленку, куда всю синь, куда все ложить. И я не понимаю. Вообще, очень круто он светится. А что, тут не светится? Вот тут светится вообще. И босс такой, типа злой. Просто, надо его еще... Это один из будущих роликов на PvP, однозначно что-нибудь будет. Прикольно, петушка. Чик. Еще вот стелс очень интересный. Работает он... Что-то он мне говорил, что только на приседе. Наверное, да? А, он сам на присед падает. Все, 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 он сам на присед. А если я встану? А, все, слетает. Ну, прикольная тема. И на Архимаге, когда вы бегаете, у вас такие следы по карте. Ну, как по карте, если присмотритесь, то следы всегда есть. Вот. Есть достижения, полученные одно из. Все классы вкачаны. За любой класс нужно, конечно же, учиться играть. Но без проигрыша и не будет. И никаких вообще побед. Это однозначно. Потому что проверял лично на своей же шкуре. Здесь насчет Хейма. Насчет Хейма у нас следующее стоит. Открыть. Открыть, открыть, открыть. Верь. Этот, как его? Корабль. Забыл, как его там называется. Но не суть. Он открывается на следующем уровне. Если ничего не поменяют. Это 185 уровень нашего, моего Хейма. И он у нас говорит такие дела. Построить корабль позволится свалить, короче, в разные страны. Это надо будет дело делать на будущее. Это я уверен. Но давайте-ка пока взглянем на открытый бета-тест. Не могу я вам не показать. Погнали. В открытом бета-тесте, ребята, может принять каждое участие. Это надо перейти вам на Play Market. Снизу там оставить заявочку. И можно идти. Вот. Видите, какие чуваки пишут. Просто какой ты молодец. Ладно. Короче. В открытом бета-тесте у нас есть вот такие изменения. Короче. Если здесь вот посмотрите. На карту. Можете обратить внимание, что здесь добавили нам костер. Что? Люди даже развиваются? Или что? Я не понимаю. Костер находится у нас здесь. Он должен говорить, кстати. Ну, кстати, отойду. Короче. Он говорит, типа. Эй. Вы когда садитесь, получаете дебаф. Плюс 3% к святилище Озина. Вот не знаю. На будущее это только к святилище либо будет относиться. Либо все-таки подземки. Ну, хотя, что непонятно. Светилище есть святилище. Я получаю дебаф. Тут можно посидеть. Прям не знаю. Очередь может какая-то надо будет или что. Сила Озина. Получаем плюс 3%. Время действия 1 час. Ну, вот. Ваши атаки наносят дополнительный урон в святилище. Все понятно. Вот. Это одно из изменений. Дальше у нас одно из таких глобальных, это тотальных изменений. Это классы, конечно же. Здесь можно все. Просто вот не написано первый, второй, либо третий. Вы можете выбрать свой класс. То есть выбрать инициатор и PvP, да? То есть это будет идти у нас на иллюзию, громила и так далее. Ну, чтобы до туда дойти, вам надо пройти, наверное, все круги Ана, которые я испытал тоже. Здесь, ну, тут какие-то картинки такие крутые. Ну, типа вообще прям злые-злые. О, это кто? Ид такой был? О, шет. Не изучено. Конечно, не изучено. Друид. Тоже прикольная тема. Ну, здесь прям нарисованы, как с Mortal Kombat'ы, что ли. Думаю, такие какие-то картинки, да? Реально, с ОМК какие-то такие. Жесть. Да, короче, здесь что можно? Как посмотреть? А, вот, смотрите, зажимаете кнопку. А, вот, вообще подробнее, да, реально, вот можно, раз подробнее нажимаем. И на первом уровне, короче, это что будет у нас с ОМК плюс 20%. Это второй уровень будет. А, ну, соответственно, наверное, после второго здесь появится третий. Да. Здесь можно наблюдать, есть ли какие классы. Ну, типа, кто не знает, вы можете взять сразу защитника, либо друида. Видите, он как бы роль танка идет. Почему? Потому что, ну, здесь, если почитаете, там много чего интересного можно выявить, если вы только первый раз играете. Урон, конечно же, тут, наверное, все будут идти, классы. Ну, я, конечно же, да, поддержка это не будет. Огненный налетчик. Видите, даже здесь убийцы нету. То есть, вы должны сначала вкачать. Ну, я так по... А, нет. Стоп. Громила, шаман, бандит, убийца. А, нет, все, подсказка есть. Типа, если вы хотите вкачивать именно в PvP, здесь вы качаете вот это вот все. Ну, вот насчет шамана я бы подумал, конечно, здесь минус 20% по игрокам. Ой, игроки бьют по вам. Но это очень долгое PvP. Да, в принципе, это вы классы. Это жесть просто. Ну, Архимаг тоже, да, зачетная тема. Обязательно ее у нас будет проверить. Только не со Жнецом, как здесь показано, а с Гневом. Инициаторы у нас идет. Архимаг, игра мила. Ну, я бы... Да, согласен, согласен. Контроль. Контроль. Охотник, бандит. Ну, насчет охотника такое себе. Такой себе контролер он. Ну, ладно. Короче, смысл такой, что выбирается он все, как и выбирался. Да, все, как и выбирался. Получаете дебаф. Обновление именно хейма именно вот здесь будет идти. Достаточно серьезное. То есть, ну, добавили. Если заметили, вот там, если я нажимал, здесь уже он стоит. Этот корабль. Зайти туда, правда, невозможно. Но, я думаю, на будущее, конечно же, там какие-то сундуки. Вон, средний, маленький. Этот, вообще, вот гроб стоит дальше. Станок. Это что, перевязная база какая-то? Ну, я не знаю. Пишите комментарии обязательно, что-то мне очень тоже интересно. Дальше. Что здесь? Магазины, да, все-таки же жесткие, да? Ну, конечно. Еще бы. Здесь, если выйти вообще на глобал, можно увидеть... Стоп. О! Или мне кажется, или это новая ворота. Соответственно, максимальный уровень хейма, возможно, поднимут. Ну, потому что, все-таки, вы лагерь же будете ставить. Будете. Поэтому, да. Наверное, что-то новое. Потому что ворота заметил какие-то... О! Прямо заточенные какие-то. Непонятно. Дальше. Выходим на глобал. Самая главная задача, это у нас была ворота от хейма. Здесь надо построить дом проводника в новом хейме. Но, как было недавно нам оговорено, это письмо от разработчиков, которые кидали вчера новость. Ну, у всех по-разному. Новость была очень простая, что, типа, будет все готово на следующей неделе. Возможно, это... Ну, типа, а когда именно конкретно, это тоже неизвестно. Но они тут пишут нам, что не могут кинуть игроков, которые любят PvE. Я сам люблю PvE. Отвечаю. Вот, серьезно. Есть такая тема. Будет подготовка к экспедиции. Вот. Ну, не успевают это делать, поэтому в открытом бета-тесте это тоже потом покажут. Поэтому, ну, как бы так. Здесь ничего такого у меня нет. Не вкачано. Поэтому показать не покажу. И вряд ли здесь будет идти... Ну, короче, это будет на будущее. Больше изменений таких, чтобы прям вау, наверное, ничего и нету. Все тоже остается прежним. А, конечно же, не мог не сказать. Это же про наши отмены перемирия. Я вообще... Не знаю. Много людей... Я читал вчера комментарии. Жесть. Просто много людей гонят, что, типа, мол... Зачем убирать все то, что я набрал? Это что все утянут у меня? И тогда это потом... Думаю, вот че, ребята. Когда запускалась игра? Вообще, изначально. Вы каждых два дня должны были запустить этот рейд. Не нойте, пожалуйста, тому, что перемирия уберут. Что делать? Господи, боже мой. Дефайте свою базу. Все будет чики-пики. Отстояли там. Я не знаю, смотря какое вернут этот перемирие. Отстояли базу. Все, пошли спать там. Раньше вообще, чтобы вы понимали, вот людям, объясню тем, которые недавно вообще играют. Раньше, когда вы идете в Одина, у вас щит вообще просто слетал. Вы понимаете? Вот вы Одина фармите, а вас могут прийти зарейдить. Вот это было жестко. А сейчас это рай для всех. Вот, ребят, небольшое такое вот на будущее, пока игра вся пройдена. Возможно, новые задачки уже есть. Вот, видите, он сказал, эй, эй, эй ты. Блин, прикольно вообще. Я с вами прощаюсь на этой нотке, на нотке этой, да, пишите свои комментарии. Ну, а с вами был Кейн, как всегда. Пока-пока. До нового обновления. Чао-какао.